Вас интересует вопрос, как построить подъемные ворота? Александр Ильящук представляет следующие услуги. Чертежи, расчеты, пружины и втулки с осями. Для ворот Z-System и любых других типов подъемно-поворотных ворот. Здравствуйте, дорогие друзья. Витаю, что новые друзья. Это мое новое видео посвящено моим воротам на четырех рычагах Z-System. Именно в этом видео рассмотрю вопрос, касающийся самостоятельной постройки ворот и что вам для этого понадобится. Потому что довольно часто вижу, за два года, как я выложил первое видео по Z-System, появились уже последователи мои, появились новые видео. И я вижу, что самый первый вопрос, который возникает у людей, это где взять чертежи, где взять расчеты, для того, чтобы посчитать эти все лычаги. И, собственно, как построить такие ворота. Идем сюда, буду показывать все на месте. Итак, если у вас возникло желание построить самостоятельно такие ворота, вам понадобится сделать расчеты вот этих рычагов, верхних, нижних, расчет параметров пружин, мощности и амортизаторов. Конечно, вы можете это все сделать самостоятельно, но я предлагаю такую услугу, всего за 30 долларов, сделать вам расчеты необходимые. То есть, получается, под разный вес ворот разные... Все правильно, потому что многие думают, что можно, вот дайте эту универсальную какую-то схему для постройки ворот. Такого не бывает. Объясню почему. Потому что в зависимости от высоты проема, от высоты этих ворот меняется высота, длина вот этого рычага и, соответственно, место установки вот этой втулки первой. И длина вот этих рычагов, верхних, зависит тоже от высоты ворот и от высоты притолоки. То есть, вот этого расстояния от нижней балки проема до потолка. А, даже это играет роль? Это играет важную роль, потому что, если бывают случаи, вот столкнулся в этом году, когда притолоки у людей нету, или практически нету. То есть, вот сейчас последние ворота отдавал в Черногорию клиент, у него притолоки было ровно 4 сантиметра. Это как раз хватает для того, чтобы поставить вот эту втулку, у него диаметр 36, то есть, как раз встает. Поэтому, если у вас потолок, допустим, просто вот так вот, практически в рове вот этой вот балкой, ничего страшного, такие ворота можно поставить, никаких проблем. Дальше, смотрите, как видите, эти ворота, кстати, с дверкой. Что, замком, все как надо, да? Замком, да, все закрывается, закрывается. Уже на уровне пояса, потому что мне говорили, что неудобно двинаться. Согласен. Внизу запоры, такие, которые фиксируют ворота изнутри, но хозяину подгону не надо. Так, покажу, кстати, как они в действии, и буду рассказывать дальше по ходу. Значит, смотрите, что вы получаете, когда заказываете у меня комплект чертежек. У вас будет спецификация. То есть, тут будет описано все, что нужно по материалу. То есть, вот лутка, как я говорил, ну, или несущая рама лутка из трубы 60х60. Плюс рама самих ворот, она сварена из двух труб. 30х20, 40х20. И площадь, профнастила. То есть, все, 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 вот здесь вот все указано, полностью все спецификация. Рычаги, трубы, все, что нужно. Можно это крупным пламя? Да, пожалуйста. Просто цена. Ого, какая информация. То есть, это первое. Это то, что вам понадобится, когда вы начнете закупать материал. То есть, это вам все понадобится. Второе, что вы получаете, это полностью чертеж, на котором есть все размеры абсолютно, для того, чтобы собрать эти ворота. И еще один чертеж, ну, там, в середине, это места установки амортизатора. То есть, потому что это не просто от фоне они ставят, а зависит, опять же, от длины амортизатора и от параметра ворот. Показываю, как обычно, как работают ворота. То есть, эти ворота довольно большие. Амортизинцы, нормально. Дальше они инфициальные. Класс. Чуть-чуть поставил с запасом в этот раз амортизаторы, для того, чтобы перестраховался из-за калитки. Это, как бы, вторые такие ворота с калиткой. Чуть-чуть дополнительного веса. Чуть дал добавочную тягу, чтобы... Кстати, тут... Ну, они впритык вообще поднимаются кверху, правильно? Сантиметр. Вообще шикарно. То есть, от вот этой балки верхней поперечить, там будет сантиметр. Тут все рассчитано так. Кстати, удивляюсь, когда люди пишут у меня, что нафига, типа, тут что-то считать. Можно просто пальцем ткнуть, и оно все будет изработать. Ну, если вы гений, как дизель, да, вот когда он ткнул пальцем в двигатель и сказал, где надо свечи ставить. Нет проблем. Вот я считаю, вот мне приходится считать. По-другому не получается. Получается, высшее техническое образование приходится считать. Да, приходится. Так, дальше, значит, что вы еще... Получите. Значит, длины этих рычагов. Это я сказал. Мощность и длина амортизаторов. Значит, если бывает, я пишу по мощности амортизаторов, вы его не можете найти, допустим, да, у себя в регионе. Можно подобрать аналоги. Можно подобрать чуть меньше, чуть больше. Вот в данном случае тут запас я дал по 5, больше 5 килограмм на каждом. Поэтому они вот идут вверх и фиксируются вверху. Если, допустим, вы взяли амортизатор, он чуть слабее, тогда придется дотянуть пружины. Вот сейчас, видите, пружина... Ну, вообще ослаблена. Она практически расслаблена полностью, да. То есть сейчас все несет больше амортизатор для себя. Кстати, были такие вопросы частые. И вижу, появились видео, где обороты сделали просто на одних амортизаторах. Они тоже работают, но есть один нюанс, это надо учитывать. То есть вот сейчас... Они резко будут подниматься вверх, правильно? Нет. Вот в том-то вся штука. Что вот, смотрите, вот сейчас получается пружина ослаблена. И работает амортизатор, держит ворота. Когда я их сейчас начну закрывать, в этот момент, вот, то есть вот в этом месте работает амортизатор. Вот когда мы начинаем тянуть дальше, вот тут включается вот этот пружин. Потому что она натянута получается максимально, тогда когда она внизу. Если мы уберем пружину, оставим только одни амортизаторы. Вам придется до выше среднего положения. Тянуть самому. А так ты легенько толкнул. А, вот, шикарно. Она сама идет за счет пружины. Ну, это не страшно. Вот такая штука. Значит, еще раз скажу. Значит, это стоит, комплект чертежей, стоит 30 долларов. Плюс вы еще получаете подробную инструкцию по сборке. Туда включается штук 25 фотографий. То есть полностью все по сборке, как это все делается. Вот. Рекорд, кстати, по сборке. Ну, правда, парень заказал еще комплект пружин. Это стоит дополнительно. Вот эти пружины. Ну, там они разные под каждую сборку, правильно? Вот тоже говорят. Как они выражаются, приколхозить какие-то пружины. Да, опять же, универсальные. Ну, вот повторюсь, не бывает универсальных пружин. Из-за того, что высота разная и длина пружины, то есть это разная. Ну, выходит, если их не считать, то либо подкинет человека, либо самому тянуть придется. Да, да, то есть будет либо звездская нагрузка, 100% при открывании, либо придется вставить мощный амортизант, чтобы удержать вверху. Опять же, значит, фишка. Спасибо Денису, кстати, который подогнал мне идею. Он реализовал ее. Я ему сделал ворота. Когда вот эта шпилька натяжная для регулировки натяга, теперь внутри пружины. Очень удобно, очень компактно, красиво. Супер. Мне нравится. Ага, еще изменения, добрый же вспомнил. То есть, видите, сейчас амортизатор ставлю на нижний рычаг. Это именно из-за того, что пошли заказы, где притолоки нет. То есть, вот это расстояние до потолка либо очень мало, либо вообще отсутствует. Поэтому единственный вариант, куда поставить амортизатор, только на нижний рычаг. Потому что в верхний рычаг получается коротенький. Он будет вот как это... А, ну да. Поставить амортизатор просто некуда. Из-за этого такое решение. Второй вариант, значит, по заказу, это когда вы можете заказать чертежи, плюс комплект пружин и комплект втулок. Кстати, забыл сказать, что сюда же входят чертежи вот этих втулочек. Почему я рекомендую делать именно на вот таких втулках точеных, а не как вот есть видео, где люди сделали просто на болтах что-то делали. И так можно, и так можно. Но, когда вы используете вот эти втулочки, вам не нужно думать о том, будет оно соосно, не будет оно соосно, как оно вообще получится, зазоры. То есть, вы в этом ничего думать не надо. Вы просто ее приставили на место, приварили. И оно все уже будет соосно, все будет так и надо. А если самим где-то искать там втулки, если там где-то есть? Нет, так вы можете их по чертежу, который входит в комплект, в эти же 30 долларов, вы можете их выточить у любого токаря, проблем нет. То есть, можно заказать у меня, можно сделать на месте. Пружины тоже, вот я рекомендую у меня приобрести. А металл имеет значение там производство? Ну, вообще-то да. Потому что нужно брать только тот, что можно приваривать. Так. Значит, комплект пружин, комплект втулок. Это отдельно втулки, отдельно пружины. Парень у меня есть, который заказал предварительно и пружины, и втулки, и чертежи. У него рекорд на сегодняшний день за три дня готовые ворота сварил. Это реально быстро, молодец. Так. Как паузу поставила, звонят. Ой. Все, заказчик? Да. Вовремя. Вовремя, да. Может, даже не вырежем. Ну и третий вариант, это заказать готовые ворота у меня. Если у вас по какой-либо причине нет времени этим заниматься, допустим, либо нет сварщика, все делается, отправляем по Украине. По поводу вопроса, что ворота могут закрыться от порыва ветра или еще что-нибудь в кандухе. Значит, смотрите, вот именно в данной ситуации амортизаторы стоят чуть мощнее. Из-за этого они, вы видели, сами открываются вверх. И закрывать их, соответственно, тяжелее. То есть, вот, чтобы их закрыть, мне нужно приложить усилия. Так, не меря, но по ощущению килограмм 10, может, 12. То есть, нормально, фиксируются, идут вот вверх. Сами по себе они не закроются. Гарантия. Что-то еще хотел сказать-то? Да, по поводу пружин хочу добавить. То есть, смотрите, если вот вам видно, видите, насколько она растягивается. То есть, для такой мощности пружины, на то расстояние, на которое она сейчас тянется, настолько минимально. То есть, так рассчитал я, что даже с учетом того, что мы ее натянем в пол, коэффициент по нагрузке у нее будет с запасом от 2 до 1,5 раз. Поэтому служить такая пружина будет долго, она не растянется. Все варианты, когда вы берете коротенькую пружину и тянете ее вот на такую длину, в лучшем случае она за один раз и растянется, а то и лопнет. А в худшем случае она просто не будет служить долго. Поэтому здесь нужен расчет. Не получается просто взять любую и приделать. Ну и вариант, опять же, почему просто на пружинах плохо? Потому что амортизатор не берет на себя часть нагрузки, правильно? Ну, то именно касается самой механики. В данном случае я рассказываю о том, что многие говорят, что пружина растянется. Не растянется. У нее хороший запас по мощности. Ну, так как ты рассчитываешь. Коэффициент растяжения здесь, да, ведет в 2, самое меньшее в 1,5 раза. То есть, тут все будет good. Ага, и по амортизаторам, вот в этот раз попались широкие амортизаторы. И нужно учитывать, вот тут еще одна проставочка идет, 5-миллиметровая, чтобы амортизатор вот сюда поместился и нигде не терло. То есть, вот это особенности. Особенности, да. А, еще раз повторюсь, вот эти втулочки идут с отверстиями для смазки. То есть, сюда можно смазать. Вот, ну, шикарно. Ага. Ворота работают бесшумно. Видите? Никаких стрипов, ничего. Тут только пружины, получается, растягиваются. А вот сама она идет. Ага, реально. Тихонько. Мне нравится, что они под самый-самый верх открываются. Ну, видишь, это и с запасом по амортизаторам сделано по мощности, поэтому они идут сразу вверх. Если амортизатор поставить слабее, тогда просто надо будет натянуть сильнее пружину и, соответственно, надо будет дожимать туда вверх. То есть, тут такой компромисс. Если, допустим, не нашли амортизатора мощнее, можно натянуть пружиной. Если пружина чуть слабее, значит, добавляется на амортизаторе. Вот такая математика. Все, всем привет. Спасибо. Удачи. Ждем ваших новых заказов.